После капремонта пришлось делать еще один ремонт. В 180 тысяч рублей оценила ущерб жительница Мира-6. Недобросовестные подрядчики оставили ее без крыши над головой. Конфликт дошел до суда. Сегодня состоялось первое слушание. Северодвинка пытается возместить и моральный ущерб. Его она оценила в 50 тысяч рублей. Ответчик региональный фонд капремонта. Евгения Карелина из зала суда. Так мы сразу и не заметили. Наверное, дома не было. А потом посмотрели, когда дочка пустала сдирать все, а водить у вас протекало. Разводы на стенах от талой воды семья Прокудиных обнаружила, когда сняли старые обои. Сегодня в квартире на Мира-6 сделан ремонт. От желтых пятен ни следа. По мнению жителей четырехэтажки, в их квартирах текла вода с крыши после капитального ремонта. Его начали еще в 2015 году. Они, видишь, ремонтировали, ремонтировали. Вроде все сделали. А потом опять все, почти что все вторично начали делать. Перекрашивали стенки. Перекрашивали стенки. Мужчина говорил, что затопило. Вот в том подъезде затопило. А, в том подъезде затопило квартиру. Четвертый этаж. Там женщина жила одна. Про течка-то когда произошла? Согласно акту. 8 апреля 2016 года. Сегодня в городском суде юрист представляет интересы 75-летней жительницы Мира-6. Год назад ее затопило. Эксперты оценили ущерб в 180 тысяч рублей. В суде ответчик борется за то, чтобы деньги на ремонт женщине возместил региональный оператор фонда капремонта. Именно они заключили договор с архангельской фирмой «Мастер Плюс». Рабочие должны были поменять шиферное покрытие и карнизные свесы два года назад. В данном доме делали капитальный ремонт. Соответственно, сделали его некачественно. Практически вообще не сделали. Оставили все, как есть. Разобрали покрытие и оставили его таким, какой он и есть. Пошли осадки, дождь. Затопило квартиру, так как она на последнем этаже. Отремонтирует кровлю на Мира-6 новый подрядчик. С недобросовестной фирмой расторгли договор. По мнению представителя фонда капремонта, именно «Мастер Плюс» должен возместить ущерб пострадавшей. И как указано в статье 1064, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Сегодня в суде экс-подрядчика не было. Слушание перенесли на 3 марта. Известно, что в управляющую организацию с проблемой протечек обратилось несколько жителей Мира-6. Возможно, ущерб, причиненный капремонтом, вырастет в разы. Евгения Карельна, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.